Привет всем любителям кино! На связи Тимур и это уже 206 выпуск Тикитон Лайв. Сегодня вы узнаете самые долгожданные премьеры фильмов, самые ожидаемые события этой недели и все киносборы. Дорогие друзья, уже сегодня тот самый долгожданный день, конец 2020 года. Этот год запомнился нам очень хорошо, ведь он задал нам жару, но благодаря нему мы все равно увидели все главные премьеры, все лучшие концерты и впервые познакомились с автокинотеатрами и автоконцертами. Так как же нам провести последний день этого года? Конечно же, собрать всю свою семью и пойти в кинотеатр. И первый на очереди мультфильм, конь Юли и большие скачки. Полнометражный, приключенческий мультфильм студии Мельница, спин-офф франшизы «Три богатыря». Проект стал десятой по счету франшизой. Режиссером мультфильма выступила Дарина Шмидт, которая ранее работала в таких проектах, как «Приключения Лунтика и его друзей», «Смешарики» и «Константин Феоктистов», ранее работавший над серией «Три богатыря» и «Принцессы Египта». Сюжет мультфильма расскажет про богатырского коня Юлия, который наконец-то влюбился по-настоящему и не в кого-нибудь, а в королевскую кобылу по имени Звезда Востока. Герой намеревается простить копыта возлюбленной у султана Рашида. Однако сватать кобылу королевских кровей может только особо царских кровей. Юлия просит помощи у киевского князя, но тот отказывается. Не желая сдаваться, жених похищает князя и отвозит его на сватовство к султану, где они встретятся с богатырями. Герои сходятся на больших скачках, которые решат судьбу победителя. А где осел? Вот он, в земле чужой. Прости меня, друг, дорогой. Юлий, это корова. Не видишь, что ли? Да. У Моисея вроде рогов не было. На этом мультфильме все не заканчивается. На этом мультфильме все не заканчивается. Но ведь 31 декабря насыщена премьерами. Следующий на очереди фильм – Охота на Санту. Охота на Санту – суровое преосмысление истории Санта-Клауса. Здесь он не милый дружелюбный старик, а циничный, уставший от всего бородатый мужик. Сегодня он использует оружие, ремонтирует сани, словно видавшую виды машину. А его олени способны что-нибудь откусить у человека. А главную роль сурового Санта-Клауса сыграл всеми любимый Мел Гибсон. Чтобы спасти свой приходящий, в упадок бизнес Санта-Клаус вынужден сотрудничать с американскими военными. Что еще хуже, он оказывается втянут в смертельную битву против высококвалифицированного киллера, которого нанял не по годам развитый 12-летний подросток, после того, как получил на Рождество кусок угля. Охота. Подстрелю пару зверушек. Я пришел по твою душу, жирдяй! Думаешь, ты такой первый? Думаешь, я получил эту работу, потому что толстый и веселый? Удачного отстрела биомусора. Да, мэм. Испеку печеньки. И, кстати говоря, пока мы говорим о фильмах, хотим сразу напомнить. Топ-3 лучших фильмов по версии сервиса киноафиша. На первом месте у нас расположился фильм «Джентльмены» с оценкой в 8,8 баллов. На втором месте «Зов предков». Он уже набрал 8,5 баллов. И на третьем месте мультфильм «Вперед», который набрал также 8,5 баллов. Помимо примеров фильмов, мы подготовили для вас топ-событий, которые наполнили самой сказочной новогодней атмосферой. Итак, первый на очереди спектакль «Щелкунчик» в театре «Астана балет». В основу спектакля лег известный сюжет немецкой сказки Э. Гофмана в пересказе «Дюмы». Отца о кукле и мышином короле. Балет завоевал мировую славу и стал традиционным символом новогодних праздников. Балетоведы отмечают особое сказочное, легкое настроение этой редакции. В ней есть все. Красивая сценография, романтические герои, яркие костюмы и, конечно же, виртуозная хореография. Не зря его еще называют «Балет-феерия», «Балет-сказка». В список самых ожидаемых событий также попали «Лесная сказка», «Шумбулак», «Новогодние елки», «Посещение резиденции Санта Клауса», «Мэджик Стан», «Новогодняя музыкальная сказка», «Принцесса на горошине», «Бэйби-театр», «Приключения в лесу». Как мы и говорили, теперь все кинозборы за прошлую неделю. Встречайте! Итак, на первом месте у нас семейка Круц, «Новоселье», собрал 35 миллионов. На втором месте Мулан, 4 миллиона. И на третьем месте Папа по неволе, 3 миллиона 700 тысяч. Ну что же, надеюсь, мы помогли сделать ваш выбор чуточку легче. С вами был Тимур, Ticketon Live. Не стойте в очередях и покупайте билеты онлайн на ticketon.kz. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!